Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами по русской истории российского культуролога, мецената, книги издателя Иосифа Николаевича Кнебель, пояснительным текстом историка и педагога Князькова Сергея Александровича. Сегодня у нас картина Аполлинария Михайловича Васнецова «Двор удельного князя». Ну вот так выборочный текст. Художник изобразил типичный центр мелкого княжества средневековой Руси, представлявший собой пёструю картину многочисленных государственных образований. На картине Васнецова представлен традиционный удел – миниатюрное государство, чей князь в лучшем случае обязан был вступить на войну вместе со старшим князем. Он имел свою дружину, бояр, казну, управителя, сокольничего, других слуг. Его поднанные пришли на княже в суд, привезли подати в обширные закрома. Скачущий гонец, возможно, везет приказ выступить за дружиной от какого-нибудь более могущественного соседа, а то и просто слова «Поди, княже, прочь». В обоих случаях удельному князю придется подчиниться. Его дружина малочисленна, а богатый дворец защищен лишь невысоким тыном. Известно, однако, много случаев, когда мелкие князья проявляли высокую доблесть на поле брани. Немало независимых от Москвы князей, владения которых трудно даже найти на карте, стали под знамена Дмитрия Донского. Многие из них погибли в Бликовской битве. Фассальные князья на военной службе великого князя участвовали в войне с внешними неприятелями, в борьбе за объединение русских земель вокруг единого центра. Всем пока, всем привет. Сегодня мы познакомились с картиной Аполлинария Михайловича Васнецова «Дворудельного князя» из сборника картины по русской истории российского культуролога, мецената, книгоиздателя Иосифа Николаевича Кнебеля и пояснительного текста историка и педагога Князькова Сергея Александровича. Текст урезан. Все, пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok